Казахский народный сказок Неизвестный сказал Дитя мою, где ты отведал хлеб, соль? Не будь тому соперником От ранней готовой пищи не отказывайся А если правая рука твоя начнет раку То левая должна разнимать Сказал неизвестный человек эти слова Забрал лошадей и скрылся Когда Елаша вернулся домой То все рассказал отцу Отец разгневался на сына Стал его ругать, а потом выгнул в ром Долго скитался юноша по разным местам Пришел он как-то в город И подошел к ханскому двору Заметили его ханские охранники Что ты здесь делаешь? Не хочешь ли быть полезным человеком? Обратились они к пришельцу Отчего же, сказал юноша Ведь я не коллега Если есть дело, то почему же не заняться? Разного Бог убьет Сразу же пришла к хану И доложила, что появился в городе И юноша чужестранец Видимо, очень умный И изъявляет желание служить ему Хан попросил провести этого чужестранца Когда юноше привели, он очень понравился хану Хан назначил его своим телохранителем Юноша выполнял службу исправно Прошло некоторое время Жена хана влюбилась в юношу И как-то говорит ему Я буду твоей Будем же влюбить друг друга Шутеть, веселиться Юноша вспомнил совет неизвестного человека Где ты отведал хлеб, соль Не будь тому соперником И отказал жене хану Тогда хан же решил отомстить юноше Она пожаловалась хану Что юноша в груб с ней не дает проходу Я верю его убить, сказал хан Тайно он принимал своим истопником Бросить утром на горячие угли Того, кто к нему придет первый Затем подозвал юношу и сказал ему Чтобы он утром отправился к истопникам И принес мешок углей Юноша сказал Слушаюсь так, сыр И на другой день отправился к истопникам По дороге он встретил старушку Дитя мое, сказала старушка Ответы у меня хлеба соль Юноша поблагодарил старушку и сказал У меня спешное дело Я иду по приказанию хана На это старушка заметила ему Что еще рано и он успеет сходить по важному делу Тогда юноша вдруг вспомнил второй мудрый совет Неизвестного человека От ранней готовой пищи не отказывайся И вошел в юрту к старушке В это время ханская жена Узнав об неожидающей юношу страшной смерти В отчаянии прибежала к истопникам Чтобы в последний раз посмотреть на него Но была тут же схвачена и брошена в огонь А юноша, закусив у старушки, отправился к истопникам Взял у них мешок угля и принес хана Увидав юношу совершенно невредимым Хан пришел в изумление В это же время хану доложили, что его жена исчезла из дворца Куда она девалась, никто не знал Хан послал узнать к истопникам, какими судьбами юноша остался жив Истопники ответили, что они в исполнении повеления хана Бросили в огонь его жену, так как она пришла к ним первой Когда хану принесли такой ответ Он назвал юношу колдуном И хотел весь свой гнев выместить на нем Видя это, юноша сказал Так, сыр, если вы пощадите меня, я вам доложу всю истину Хорошо, говори, сказал хан Я был сыном богатого отца и пас своих лошадей Однажды ко мне подошел неизвестный человек и сказал Дитя мое, дай мне косяк лошадей Я тебе за это скажу три мудрых совета Я исполнил его просьбу А он мне сказал Где ты отведал хлеб, соль, не будь тому соперником От ранней готовой пищи не отказывайся И если правая рука твоя начнет драку, то левая должна разнимать Выучив это, вечером я пришел домой и за расточительность был изгонан из дома После долгих скитаний я пришел в этот город и стал служить вашей милости Все это время, и днем, и ночью, хану не давала мне покоя и просила, чтобы я ее полюбила Если полюбить ее, подумал я, значит идти против первого мудрого совета Где ты отведал хлеб и соль, не будь тому соперником Поэтому я всегда уклонялся от искушения Когда вы послали меня за укреп, мне встретила старушка Она пригласила меня к себе в юрту, отведать готовую пищу Тогда я исполнил второй мудрый совет От ранней готовой пищи не отказывайся Я вошел в юрту к старушке и на скорую руку закусил Потом вошел к стопникам и принес вам уклею А где ханым? И что с ней стало, я не знаю Вот и все, что я хотела вам сказать Хан выслушал юношу внимательно, а потом сказал Ты, юноша, невиновен, жена же моя сама себя наказала После этого хан щедро наградил юношу, дал ему коня и отпустил домой Долго ехал он Наконец показался родной аул Юноша стал думать Да, порядочно прошло время не с тех пор, как я ушел из дома Интересно, что теперь делает моя жена? С этой думой он ночью вошел в свою юрту и застал там незнакомого джигита Он вынул саблю и замахнулся, чтобы нанести удар Но в этот миг вспомнил третий мудрый совет Если правая рука начнет драку, то левая должна разнимать И схватил левую руку в свою правую, в которой была сабля Жена проснулась и стала кричать, но увидев мужа, замолкла Муж стал укорять жену к неверности, но она на это ему сказала Когда ты покинул дом, я осталась в положении Юноша никто иной, как твой сын Отец бросился к сыну, стал его крепко обнимать Потом извинился перед женой Так странник вернулся в родной аул к своей семье Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok